Всем привет! Вы просили в домашних влогах, прям домашних-домашних. Вот начинаю снимать. У меня впереди есть определенные планы домашних. Поэтому оставайтесь со мной, дальше будет. У меня тут вот автомобилист. Вы, кстати, у меня спрашивали, играет ли он сам. Да. Я хочу ее самим играть. Да, чаще всего, конечно, он просит, чтобы я играла с ним, то есть полностью. Была во внимании. Не рядом с телефоном, например, да, а именно прям играла вместе с ним и была автором нашей игры. Вот так вот. Вот. Но бывает такое, когда я занята, он играет сам. Ну, как, например, сейчас. И у меня тут уборка сегодня была, моя косметическая. Сейчас покажу, что я делала. Я чуть-чуть перебрала карандаши, кисти, половину выбросила. Вот. Ну, оставила только такое самое необходимое. Но я думаю, что вот с карандашами мне еще должно поработать, то есть половину тоже убрать. Вот. Сегодня мыла кисть, и в Инстаграм спросила у девчонок, как часто опрос был, вы моете кисти? Раз в неделю или сразу после использования. Знаете, что мне девочки в личку писали? Никогда. Девочки, кисти надо мыть, обязательно. Проблемы с кожей могут быть именно из-за того, что вы пользуетесь кисточками не совсем чистыми. Поэтому, ну, так это. Я думаю, что вы моете, но вдруг. Потому что мне девчонки некоторые пишут, а я не мою, а я не мою, а я не мою. Ой, у меня проблем на коже, наверное, из-за этого. То есть, как вариант. Не обязательно, что из-за этого, но как вариант. Я чуть-чуть сделала такую перестановочку своих всяких штучек, дрючек. У меня поставила в рамочку сертификат, который проходила в BTG. Здесь поставила свечку с книгой. У меня тут есть попучечка такая. Вот. Ну и так, в принципе, вот здесь вот тоже. Не знаю. Время-время не все меняю. Когда надоедает. И вон крыску посадила, видите. Мне мама подарила крыску, потому что я крыска. Ну, вот крыса родилась. Сейчас еду с телеканала TED. Была на съемке. Съемка длилась 3 часа. Мы смотрели «Богиню шоппинга» и обсуждали. Да, да. Мне подсказываешь. Да. Смотрите, не переключайте, не... А ты что? А так же ведущих наших любимых. Я, конечно, кайфую от Дурнева. У него такие шуточки прям, знаете, в тему. Как что-то вымочит. Молодец. Что я хотела сказать. Смотрите «Богиню шоппинга» и смотрите наше пост-шоу. Пост-шоу будет в интернете, в YouTube, на телеканале TED. Можно посмотреть. Так что вбивайте телеканал TED и смотрите мое участие в пост-шоу. В эпицентр. Мне надо... Я купила тумбу. Мне Ника говорит «Мама, пожалуйста, давай мы в маленький домик больше не будем вкладывать деньги». Я говорю «Хорошо, не будем». Я говорю «Ну ладно, давай хотя бы тумбу». Потому что я хотела еще купить пылесос. Она «Нет, мама, нет». Ну, в общем, тумбу я все равно купила. Говорю «Все, потом больше ничего покупать не буду, но пылесос все равно надо будет купить». У меня нет пылесоса. Он остался в том доме. Я хочу купить... Ну, вот мы с Никой посоветовались и решили, что надо купить пылесос уже, знаете, такой, чтобы он был сразу и моющий, и, в общем, со всеми функциями. Потому что в данный момент не хочется тратиться на какой-то мега крутой, потому что мне некуда его ставить. У нас очень мало места. Но при этом хочется, если ты уже покупаешь какую-то вещь, то чтобы она была стоящая. Но у меня вот так руки и чешутся купить какой-нибудь пылесос. Потому что мы подметаем и моем полы. У нас везде плитка. То есть, в принципе, можно паровую швабру. Но в любом случае есть моменты, где именно нужен пылесос. Там пыль поснимать, паутина. У нас паутина есть, ну, как бы появляется, потому что пауки такие активные. Ну, все-таки частный дом. Вот, поэтому уборка должна быть хорошей. Купила тумбу. Сейчас буду собирать. Покажу вам до и после. Мы с Доминикой приехали на предпоказ мультика. Называется он «Як предсборка ты дракона 3». Вот, первые две части мы видели. Димит у нас уже без температуры. Вау! Можно сделать вот так. Димит у нас уже без температуры, но в любом случае мы его не взяли из-за того, что, мало ли, знаете как, иммунка слабая, поэтому решила не брать его. А вы видели хоть одну клинику, где назначают консультацию доктора в 22.30? Мне назначили, вот иду. Хотя написано, что работают до 21. Странно. Ну, в общем, иду. И вышла вот я с клиники Вива, и оказалось, что невролог когда-то, ну, учился и жил в городе Запорожье. И как раз проходил, то есть он писал диссертацию по моему заболеванию. Он говорит, так я, наверное, вас помню, потому что 16-летняя девочка в том отделении, где вы лежали, это был просто нонсенс. А я помню, что приходило дофига врачей, они меня настолько заколебали, они меня настолько заколебали, что просто ужас какой-то. Поэтому, представляете, насколько мир тесен. Я тут начала капаться, если видели предыдущие видео, то думаю в курсе. Вчера была в Виве, это частная клиника, я там посетила доктора, доктор хороший, все. И решила капаться у них, потому что, ну, как бы, живу я далеко теперь от того места, где я капалась раньше. Неудобно ездить, тем более после капельницы желательно лежать. Поэтому Вива относительно недалеко была от дома, и поэтому я подумала, окей, там прошла врача, там же буду капаться. У меня было два укола в мягкое место и одна капельница. Я заплатила 530 гривен. Было хамское обращение от, начиная с рецепшена до метис. И также кабинет, где происходит оплата. Чек мне в конце уже просто швырнули. Ну, то есть, такое ощущение, что это было что-то, это не частная клиника, это даже не государственная. В государственную так себя не ведут. Мне очень не понравилось. И я решила, что капаться я там не хочу. В своем селе у нас есть группа. Я написала, кто может делать капельницы, если медсестра. У нас есть амбулатория. И вот я приехала сейчас в амбулаторию у нас в селе. И меня капают. С отличным сервисом, да еще и, можно сказать, все друг друга знают. То есть, приятно. Вот это плюс села, когда все друг друга знают. Есть номера телефонов всех мобильных. То есть, я позвонила в аптеку, говорю, девочки, а есть там то-то, то-то, то-то. То есть, мне не надо было даже в город выезжать, лекарствами. Я все купила в нашей аптеке. Я люблю место, где я сейчас живу. Реально. У меня ощущение, как будто я здесь жила всю жизнь. Вот мне кажется, знаете как, я там, где я должна находиться. Безумно рада, что я уже здесь. Вот, вот, это мой дом. Мое село, мой дом. А еще плюс села в том, что Демида есть на кого оставить. У него в группе есть девочка. Он с ней дружит. Вот. А его мама учительница английского языка. Вот, в декрете. Поэтому я еще оставляю Демида вот с подружкой. Так что, все-таки плюсов в стиле больше, чем минусов. Ну, минусов пока я не нашла. А тележку? Акики яйца правые. Какие яйца правые? Какие яйца правые? Забирай свою тележку. А чему? Крепку. Ну, все, пока. Что будем покупать? Какую колбаску? Я хочу чай на калбаску. Тут нет чай на калбаску. Садайте. Возду сюда. Ты мне помогаешь? Угу. Сначала пачкаем, потом моем. Это называется приучение к труду, к уборке и вообще, чтобы дети понимали, что сорить... Спасить. Сорить это очень плохо, а убивать это хорошо. Да, зубная щеточка. Я это сказал, Тёма. Так, у нас тут... Супер! У нас новая тумба. И вот как-то сразу посвежела на кухне с новой тумбой. Готовлю ужин. У нас сегодня рыба, каша и еще рыба. Одну рыбу жарю в мультиварку. Как она называется? Мультиварка. И еще одна рыба пареная. Ну, у меня просто нет духовки, поэтому справляемся как можем. Ника говорит, что шило это очень полезная в хозяйстве вещь, вообще универсальная вещь. И можно, мне кажется, сделать все, что угодно. Почистить между чайником, почистить от жирокрышки, почистить вот здесь, почистить везде. И зубная щетка. Если она старая, не обязательно ее выбрасывать. Можно вот применять вот таким вот образом. Показываю вам опять свой ноутбук, обклеенный. Я к Windows привыкла. Не могу говорить и на Mac. Вода с лимоном каждое утро, девочки, не забываем. Можете без лимона, с медом, но с лимоном вроде как можно. Возвращаясь к кисточкам, почему хочу сказать о том, что кисти, когда помыли, желательно их оставить на полотенце сушиться. То есть ставить их нельзя, потому что вода сюда стекает и кисть портится. Это мне сказала визажист, девочка. Так что это так, как полезная информация. И сейчас вам пожалуюсь чуток. Вот препараты, которые мне назначили. Но я в другом видео про головную боль вам о них рассказывала и показывала. И ездила, искала по аптекам назначения. Некоторые препараты российские, не во всех аптеках они есть. Поэтому я ездила в одну аптеку, там купила, в другую аптеку, там купила, в третью аптеку, там купила. Заколебалась. Но в одной аптеке 600 гривен, в другой 1034 за вот этот вот препарат. Ну не только за этот, сейчас покажу. Вот этот вот 857, ну дофига, конечно. И вот этот вот. Ну в общем, за все я дала 1034. Ну как бы все, за вот этот только. И за это еще дофига. В общем, девочки, болеть это очень дорого. И по факту, то, что я сейчас, ну как, не все, но то, что откладываю на дом, я сейчас трачу, блин, на лекарства. Это не есть гуд. Но мне мама сказала, здоровья, здоровья, еще раз здоровья, не жалей. Так что, девчонки, не болейте, берегите себя, это важно. Я за собой всегда вожу тонометр. Он у меня всегда в машине, иногда даже в сумке, если я плохо чувствую. Помимо тонометра, это, кстати, у меня есть такой более современный, но он большой. И я отдала его маме, а себе забрала ее. Почему? Потому что он такой легкий и легко в путешествии обратить сумки. Вот, вот такой вот сумки. И видите, сколько у меня тут колес разных, просто разных. И я, короче, что мы с девчонкой начали разговаривать. Все, начали смеяться от того, что раньше мы тусили, а теперь мы измеряем давление. Это мы с Анькой поехали на 14 февраля, типа, в бар посидеть. Я так и не выпила бокал вина, как планировала. И такая, говорю, слушай, Ань, да, я остановлюсь, давление померяем. Он-ка начала смеяться. Ну, как, она такая, все нормально? Я говорю, да, просто что-то голова кружится. Она такая смеется и говорит, да, Аня. А раньше, говорит, ну, мы о давлении не думали, а сейчас, типа, о давлении думаю. Я смеюсь, говорю, да, скоро буду бабушку, которая девушка. Ладно, все это шутки. Это все... О, там моя зарядка. Это все временно. Переход зимы в весну и с обычно лета в осень. Или с осенью в зиму, ну, то есть, по-разному было. Посмотрите на время. Шесть вечера. Минут сорок уже спит. Сейчас. Так, видно. Пришла из школы, искупалась. Легла. Рядышко. И уснула. И так каждый вечер. После школы почему-то очень устает. И вот маленькая жопка моя. Маленькая. Сегодня со мной капался. Рядышком сидел все два часа. Вот так вот они меня всегда обкладывают. И... Ку-ку. Обкладывают. И мы так проводим вечера. Обычно с Никой так вот разговариваем. Демка смотрит или мультики, или... Как тебе нравится про котиков? Как называется? А ну-ка, давай-ка, да? А какие тебе еще каналы нравятся? Что ты еще смотришь? Я смотрю... Гарри ТВ. Как? Гарри ТВ. Гарри ТВ? Не, Гарри ТВ. Гарри ТВ? Ай, Гарри ТВ. Там... Девочки, какие каналы... Там Милана. Там Милана. Тихо, Ника, спи, что ты орешь? Милана, да. Какие каналы, девочки, смотрят ваши дети? Сейчас хочу загрузить видео на канал. Сейчас у меня последнее. Вот еще занимаюсь видео про головную боль. И вот последний влог у меня. Ну, он что-то набрал очень мало просмотров. Уже целый день. Еще даже 500 нету. Поездка в Германию. Хотя видео коротенькое, но прикольное. Прага 2000 вчера загрузила. Позавчера я загрузила Чехию. Ну, вот видите, мне... Я в прямом эфире спрашивала, почему вы не любите особо, как бы, travel, да, блоги. Блоги. Вот. На что мне сказали, что интересней домашней. Ну, вот, например, Египет 5000. Потом, что не нравится мужчинам в девушках 4000. Другие там 7000. Ну, как бы, я пытаюсь понять, что вам нравится, что нет. Чтобы снимать то, что вам нравится. Потому что я настолько разносторонний человек, я могу снимать обо всем на свете. Правда. В моей жизни сейчас есть все. Полностью все. Любая тема, и я там чуть ли не эксперт. Ну, образно говоря. Потому что, в любом случае, блогеры, они, ну, lifestyle, да. То есть, как бы, они говорят свое мнение. Вот. Поэтому могу вам рассказать обо всем на свете, на самом деле. Что вам нравится. Знаю, что вам нравятся покупки. Вот. Покупки, аутфиты вам нравятся. Тут, кстати, у меня есть прикольный как раз к весне, к лету. Я комбинирую где. Идем. Вот. Одежда с примеркой. Видите? Ну, тут, правда, название такое. Собираем чемодан Египет. Что взять с собой. Мне кажется, надо его переименовать. Как думаете? Может, так и назвать. Одежда с примеркой. А потом собираем чемоданы. Наверное, надо так и сделать. Я, правда, не знаю, как правильно называть видео. Я потом пойду в Египет с тобой. Египет со мной. Конечно, ты пойдешь со мной. Мне очень нравится в Египте. Очень. Не ула, а ура. А потом пойдем в Египет с тобой уже кумаю. Чего? Четче говори. Я хочу в Египет. Я знаю, что ты хочешь в Египет. Но мама же не успевает зарабатывать деньги. Ты не обещаешь? Поедем только чуть позже. Денежку заработаем и поедем. Моя детство распит. И перед сном я хочу порекомендовать вам подписаться на мой канал. Ладно. Если вы не подписаны и вам нравятся мои видео, конечно, подпишитесь. Но на самом деле я хотела порекомендовать вам медитации. Потому что вы у меня спрашивали в Инстаграм по поводу медитации. Если вы новичок, то можно медитировать, как медитировать, учиться. То есть слушать и выполнять то, что говорят в видео. Я вам внизу оставляю пару медитаций перед сном, которые нравятся мне. А так, в принципе, я медитирую просто под музыку уже самостоятельно. То есть я визуализирую, дышу уже правильно. То есть я знаю, как это делать. Но мне девочки написали, две девочки написали, говорят, Ань, мы хотим попробовать, с чего начинать. Вот начните с этих медитаций перед сном. Если вы полностью прослушали, это прикольно. Если вы уснули, значит, пробуйте, пробуйте, пробуйте. Но хотя это, в принципе, медитации, я вам оставлю и те, под которые надо даже заснуть. То есть они успокаивают нервную систему и так далее. Вот. Девчонки, напишите мне, пожалуйста, еще в комментарии, насколько вам нравятся такие домашние видео. Я давно таких не снимала. Если вам нравится, ставьте пальчики вверх. Я буду понимать, что, да, видео нравится. И у меня к вам еще такая, как рекомендация. Многие, кто подписался, не видел моих относительно старых видео. Там очень много полезной информации. Я оставляю внизу ссылочки на свои плейлисты. Переходите по этим ссылочкам и смотрите. Там много, очень много видео реально с полезной информацией. И про волосы, и бьюти, и здоровье, и просто влоги. Там, демка, где маленький. Ну, то есть много-много всего. Можно погулять по каналу и посмотреть даже, какая я была, какая стала. Потому что я делала губы. Вот. У меня уже отросли брови. Потому что раньше они у меня были такие смешные. Ну, в общем, старые видео вы, в принципе, можете увидеть. И я с вами прощаюсь, потому что буду уже ложиться отдыхать. Видео и так довольно длинное. И я вас жду. То есть, комментарии жду. Поэтому спасибо, что посмотрели. Я очень люблю ваши комментарии читать. Поэтому пишите. Все. Всем спокойной ночи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.